Девушки отдыхают Матчей финала в конференции в Кубке Гагарина и встреча Рубин-Краснодар в российской премьер-лиге. Очередной тур студенческой баскетбольной лиги КФУ против КАИ. Обзор финальной части спартакиада студентов и аспирантов КФУ по мини-футболу. Студенческая хоккейная лига. Обзор полуфинального матча КФУ против КНИТУ. Рубин борется за выживание, а Кубок Гагарина уже совсем скоро узнает своего обладателя. Начнем мы нашу программу, как всегда, по традиции с обзора российских чемпионатов. И прямо сейчас я передаю слово нашему дорогому Амиру Сабирову, который следил на этой неделе за Рубином и за континентальной хоккейной лиги. И сейчас о всем самом интересном расскажет в своем обзоре. Поехали смотреть, там горят много чего интересного есть. Всем привет, с вами Амир Сабиров. В нашем сегодняшнем обзоре матч Рубина и Краснодара. И финалы конференции в КХЛ. Начнем с футбола. Подопечные Леонида Слуцкого в 24-м туре российской премьер-лиги на Акбарс-арене принимали Краснодар. Два клуба, которые больше всех пострадали из-за отъезда легионеров. Команды потеряли своих лидеров, на которых строился стартовый состав. Сейчас ничего не остается, кроме как давать шанс своим молодым воспитанникам и тем футболистам, которые на протяжении сезона получали не так много игровой практики. В первом тайме Краснодар больше владел мячом, но по моментам и ударам в створ ворот лучше были казанцы. Казалось, что вот-вот и Рубин откроет счет. Отсюда последовала и замена у гостей в первом отрезке. Александр Черников вышел вместо Алекса Мацукатова. На перерыв команды ушли при счете 0-0. На 59-й минуте Рубин забил в быстрой атаке, но мяч был не засчитан из офсайда. После повтора оказалось положение вне игры действительно было. Моменты у Краснодара появлялись, но Рубин по-прежнему атаковал больше. Шла уже 85-я минута и казалось, что ничья не миновать. Но Краснодар реализовал хорошую атаку по правому флангу. Сергей Волков отличился. После его удара мяч рюкошетом от защитника Рубина оказался в воротах Юрия Дюпина. 0-1. Краснодар забирает 3 очка. А теперь перейдем к хоккею. В КХЛ завершаются уже финалы конференций. И совсем скоро мы узнаем, кто окажется в главном финале Кубка Гагарина. В первой паре СКА и ЦСКА со счетом 3-2 повели армейцы с Невы. Подопечные Романа Ротенберга впервые вышли вперед в этой серии. После первых двух матчей в Санкт-Петербурге счет был 1-1. После московских игр 2-2. Ну а в пятом матче со счетом 3-2 сильнее оказались питерцы. Команды ждут шестой матч. В другой паре Металлург-Трактор все тоже очень интересно. В Магнитогорске команды обменялись победами. 3-2 за Магниткой и 6-4 за Челябинском. А игры на домашней площадке Трактора остались за Металлургом. 2-1 и разгромные 6-0. В пятом матче возможно решится исход серии и место в финале. Ну что ж, вот такая выдалась неделя. С вами был Амир Сабиров. Увидимся. Переходим к студенческому спорту и идем по порядку. Неделя для спортсменов вузов Республики Татарстан началась со студенческой баскетбольной лиги. КФУ дома принимал у себя гостей из Казанского авиационного института. Первыми на площадку вышли девушки. Команды играли равно, но проблема с реализацией УКИ серьезно подводила их. Всего 6 очков реализовали гости в первой четверти, 4 из которых были заброшены в Васиной со штрафных. Также девушки из авиационного института допускали много ошибок в обороне, которыми пользовались юлбарсы. К середине встречи игроки в черном укрепили свое преимущество и не давали соперникам уменьшить отставание в счете. Быстрые атаки от девушек в синем пресекались игрой на перехватах от КФУ. Во второй половине положение КАИ не изменилось, они продолжали быть в статусе догоняющих, а КФУ продолжал класть мяч один за другим в корзину. Итоговый счет 53-34 победа девушек из федерального университета. Противоположная ситуация сложилась в матче между мужскими командами. Авиационный институт разгромил команду КФУ в первой половине 41-19. На вторую половину федералы вышли более собранными и начали отыгрывать отставание благодаря грамотным комбинациям и трехочковым попаданиям. Однако к концу встречи КАИ создал себе комфортное преимущество и продолжал удерживать его до финальной сирены. 46-63 победа уходит Казанскому авиационному институту. Обладатель первого места регулярного чемпионата студенческой хоккейной лиги сборная Казанского Федерального Университета провела свой полуфинальный матч в рамках плей-офф этого чемпионата против сборной КНИТУ. Первые 15 минут команды провели в режиме пристрелки. Открыть счет командам удалось только во втором. У федералов отличился Роберт Генатулин, а у КНИТУ Ахмадуллин с помощью назначенного булита. В третьем периоде хоккеисты Федерального Университета сделали себе комфортное преимущество. Забили четыре шайбы. В первый отличился Раниль Сулейманов с передачи Михаила Наготкина и Максима Ларина. Во второй Азат Нурулин, а в последних двух дубль на свой счет записал Адель Иксанов. В последнем отрезке КНИТУ все же забили свой второй гол. 5-2. Уверенная победа Юл Барсов. Продолжаем говорить о студенческой хоккейной лиге. И сейчас у нас в гостях капитан сборной Казанского федерального университета по этому виду спорта Эдуард Мусин. Эдуард, большой тебе привет. Рады, что пришел к нам на программу. Здравствуйте, спасибо, что позвали. Хочу для начала вас поздравить с выходом в финал студенческой хоккейной лиги. Но перед этим давай мы все-таки пробежимся по тем матчам, которые у нас были до полуфинальной встречи. То есть групповой этап, регулярный чемпионат. По-моему, если я не ошибаюсь, абсолютно все матчи победа в основное время. Практически было одно победа по гулетам на КНИТУ к ХТИ. Вот как раз таки с ними и встречались. Да, именно с ними. К полуфинальной встрече мы еще подойдем. Давай по регулярке. Какой из соперников, понятное дело, первый вопрос такой, и оказался наиболее упертым, с кем было тяжело играть? Или же в этом году у нас проходной получился? Нет, проходной, наверное, никогда и не был чемпионат. Даже команды по типу медиков и энерго доставляли некоторые неудобства. Но самый упертый и неудобный соперник, я думаю, это был КАИ, потому что уровень хоккея они в этом году показывают выше, чем в прошлых годах. И мы под конец сезона заметно устали. А это была как раз последняя игра регулярки. А говоря об университете спорта, то есть афиша КФУ университет спорта, она, во-первых, громкая, во-вторых, очень много мыслей было, что, ну, ребята, вот это ваше первое поражение. И на удивление многих получилось одержать победу против них. Вот как к этой игре готовились? Что с университетом спорта в этом сезоне не так? Да, я думаю, что все в порядке с ними, ребята тренируются, проделывают, наверное, такую же работу, как и мы. Но, в принципе, у нас в этом году много льда, много тренировок, много практики. И удалось настроить команду, и команда сделала все тренерские установки и выложилась по полностью, вследствие чего произошла такая уверенная победа, я думаю. Ну, вот уже, исходя из того, что вышли в финал, этот сезон можно занести себе в актив по сравнению с предыдущим? По сравнению с предыдущим, конечно, да. Мы в прошлом году заняли третье место, сейчас уже минимум второе. Но, конечно, мы рассматриваем только победу в финале. Говоря о полуфинальном матче с Кнету, 5-2 счет у нас получился. Расскажи подробнее об этой встрече. Мы обзорно уже говорили, но вот из первых уст, как там было на самой площадке? На самой площадке было не все так просто, как кажется на итоговых цифрах. Потому что, кажется, первый период закончился в нулевую ничью, если я не ошибаюсь. Далее был размен по счету, мы забили один. Долго-долго мы не могли забить, вратарь все ловил. Ну, и мы не играли в свой хоккей. И потом, спорно, как мне кажется, назначенный буллит в наши ворота все же принес гол команде Кнету. Была некоторая нервозность, была жесткая борьба. Как, может быть, вы знаете, а может быть, нет. В регулярке у нас силовые приемы запрещены, а здесь в стадии плей-офф силовые приемы разрешены, вследствие чего была очень жесткая борьба. Все пацаны соскучились по такой игре и было очень напряженно. Но вследствие различных удалений со стороны Кнету, ошибок, мы смогли вырваться в преимущество сначала в две шайбы, 3-1. Далее, конечно, они заставили нас понервничать, сделал счет 3-2. Но, кажется, Адель поставил все на свои места, забив две вот этих красивых последних шайбы. Второй полуфинал, если не ошибаюсь. Университет спорта у нас играет с КАИ на этой неделе. Вот кого бы из них хотелось бы видеть в финале соперникам? Как говорят, соперников не убирают, но я думаю, что и та вывеска КФУ КАИ, КФУ Академии спорта будет... КАИ это вывеска у нас со времен КГУ еще идет, противостояние это тянется. Вот университет спорта это что-то новое, с 13-го года только появилось. Да, КФУ КАИ, как вы сказали, это историческая вещь, а КФУ Академия спорта, ну, если, не если, будем говорить, а когда мы выиграем Академию спорта, то это будет круто звучать, что вот есть университетская команда конкретно направлена на спорт, и здесь ребята с КФУ, тоже профессионалы, смогли одолеть такую команду, как Академия спорта. Вот Алексей Николаевич Ливанов у нас частый гость нашей программы, так как он и руководитель спортивного отдела Казанского федерального университета, и ваш тренер. Вот вопрос, какой он тренер? Тренер он замечательный, результаты, точнее не результаты, а оценить его работу можно по успеху команды, потому как он подбирает состав, потому как в первую очередь, что он делает для команды, это выбор расписания, выбивание разных финансов для тренировок, для участия в соревнованиях, для каких-то костюмов, майк, все это необходимо для команды, и команда, безусловно, благодарна ему. Как тренер, у него есть помощники, помощники в виде нас, хоккеистов, в том числе я ему помогаю, ассистенты, и, в принципе, этим тандемом очень хорошо мы справляемся в этом году с тренерской работой и, в принципе, с работой команды. Хорошо. Ну что ж, время нашей программы уже подходит к завершению. Благодарю Эдуарту, что получилось к нам сегодня прийти. Напоминаю, друзья, у нас в гостях был капитан сборной Казанского федерального университета по хоккею Эдуард Мусин. Еще раз большое спасибо, за вас держим кулачки и ждем, что в следующий раз после финала здесь, на нашем столе, еще окажется Кубок студенческой хоккейной риги. Согласен на такое? Да, согласен. Если, конечно, наши болельщики придут на матч. Приходите на матч, друзья. Большое спасибо, Эдуард. Еще увидимся. Удачи вам на игре. Спасибо. В завершение нашей программы перейдем к локальным темам. На этой неделе был разыгран еще один комплект наград в рамках спортакиады студентов и аспирантов Казанского федерального университета в таком виде спорта, как мини-футбол. За финальной частью данного чемпионата наблюдал наш корреспондент Матвей Туваев и все подробности далее в его репортаже. Смотрим. 10 апреля в спортивном комплексе «Бустан» завершили соревнования по мини-футболу в рамках спортакиады КФУ. Одна вторая финала прошла на высшем уровне. Несмотря на то, что фавориты выявлялись с первых встреч, все команды показали достойную игру. Особенно стоит отметить игру Института управления экономикой и финансов и Института геологии и нефтегазовых технологий. С первых минут ребята начали активные действия против друг друга. Обе стороны не уступали друг другу в нападении и защите. Однако игра была честной. Всего два предупреждения по одному с каждой стороны. Матч завершился со счетом 1-0 в пользу ИУФ благодаря мощнейшему проходу Шоймуратова на 24-й минуте. Самыми интересными стали финал и матч за третье место. В последнем встретились команды Елабужского Института КФУ и геологи. Уже на второй минуте встречи геологи забивают мяч в ворота соперника. Однако на этой же минуте елабужцы забивают ответный гол, а на третьей зарабатывают преимущество в одно очко. Итог первого тайма 2-1 в пользу Елабуги. Второй тайм был тяжелым для обеих команд. Однако после множества атак геологи все же смогли сравнять счет на 28-й минуте. Далее прошла серия пенальти. Итогом стала победа Елабуги со счетом 5-4. В финале встретились команды Института Управления Экономики и Финансов и Набержно-Челнинский Институт КФУ. В первом же тайме обе команды начинают активно действовать в нападении. Так на девятой минуте НЧИ вырывается вперед. Однако эконом сразу же сравнивает счет на этой же минуте. Несмотря на мощные атаки с обеих сторон, голов в этом тайме больше не было. Итог 1-1. Во втором тайме обе команды сбавили темп и перешли в оборону. Немногочисленные атаки заканчивались ударом в штангу или во вратаря. Чувствовалось сильное напряжение. Однако ребята играли чисто. Всего два предупреждения по одному с каждой стороны. Так продолжалась весь тайм. Итог серия пенальти. В ней с большим трудом победу одержал эконом. С итоговым счетом 2-3. Матвей Туваев. Неделя спорта. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась Неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Поленсков. Вы смотрели программу Неделя спорта. Еще увидимся. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok